Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим пустым баночкам за март. Хотя месяц еще не закончился, но мой пакетик с пустыми баночками просто был переполнен. Уже я решила, что все-таки лучше записать видео, чтобы потом не делить его на две части или сшивать. Перейду, пожалуй, к обзору непосредственному. Ночной обзор вот с этого, вообще со скрабов. Это и Фраше, и Эйван. Ифрашевский скраб для тела, лимон и базилик. Из лимитированной коллекции, плезернатюр, лето прошлого года, 200 мл. Гель-гамаж для душа. Вообще, очень хорошие гамажи у плезернатюр от Ифрашев. И он все еще сделал во Франции, но мне не понравился запах. Вот если, допустим, летом у меня была туалетная вода, до сих пор еще есть лимон и базилик, и летом чувствуется именно лимон, то зимой в холодное время года чувствуется горечь этого самого базилика. Просто базилик и ничего больше. И мне очень не понравился запах, и я его старалась побыстрее допользовать. Хотя вот здесь еще, ну, видно немножко, там еще совсем чуть-чуть осталось. Но как гамаж или скраб для тела, он очень хороший. И вообще, если вам не смущает запах, то я вам такой советую. Не знаю, буду ли я покупать еще что-то в Ифрашен. На самом деле у меня сейчас очень много всяких и скрабов, и гелей, даже пендаван. И я даже пропускаю седьмой каталог в Вейвене. Несколько потому, что у меня никто ничего не выбрал, но еще и потому, что мне самой действительно ничего не нужно. Это вот просто немножко ушла я в Вейвен. Вот такой вот скрабик. Так. Второй скраб это отшелушивающий, романтичный райский сад. Скраб для тела с витамином Е. Эйвен Сенсус. 200 мл. Вот такой гель у меня много кто заказывал. И большой, и маленький формат. И 500 мл, и 250 мл. У меня был только вот сам скраб. Я не знаю, может быть я придираюсь, но вот именно из этой серии с лимоном, скраб с цитрусовый, цитрусовый заряд, кажется, у меня сейчас в ванной второй такой флакон стоит, он мне больше понравился. Этот, у меня его хватило где-то на 4 применения. Он, конечно, хорошо скрабирует, но что-то мне, он, ну в общем, как-то он мне не понравился. Может быть я просто придираюсь. Может быть я на тот момент устала от скрабов именно. Ну тут, конечно, состав, как обычно, классический, как я говорю, химический, но запах, конечно, был вкусный. Запах был вкусный, но что-то сам скраб мне не очень подошел. Может быть я действительно придираюсь. Возможно я потом все-таки дам ему второй шанс, и может быть в следующем каталоге я его все-таки себе закажу. Ну, вот такой вот. Хотя, вот именно цитрусовый мне очень понравился. Так-с. Вот такой роликовый крем для глаз от Ифраше, который мне пришел как-то в подарок. В прошлом обзоре за февральские пустые баночки он у меня не вошел, потому что еще чуть-чуть его оставалось. Но когда я приехала с Калининграда со своей поездки, у меня буквально его оставалось на 2-3 применения. Тут 15 мл, он сделан не во Франции. Я подозреваю, что все же в России, хоть и написано, что в Ирландии, но ибо написано как-то не совсем так. И обычно даже если делается в Ирландии или где-то еще кроме Франции, то всегда наклеечка на русском языке идет. Ну, вот это вот отсутствие ее и написание на русском мне немножко ввело сомнение. Очень хороший ролик. Я его пользовала, удавливала чуть-чуть. Тут, не знаю, наверное, уже ничего не выдавится. Может, конечно, если его где-нибудь там разрезать, что-то вскроется. В общем, очень нежно перламутровой консистенции такая, можно сказать, жидкость, потому что крема это очень такое, очень жидкий был бы крем. И очень хорошо, действительно, у меня, конечно, всех этих морщинок и прочего еще пока нет. И хорошо, что и хорошо, наверное, что нет. Но мешки иногда бывали. И вот мешки он очень хорошо удалял, вот эти все под глазами. Я его даже пользовала иногда просто как за лица. И вот эта вся серия Эликсир 7.9 в Ирландии мне очень нравится. Вот эта нежная консистенция. Я бы таким кремом, если бы был просто крем какой-нибудь баночки, я бы его даже купила и просто пользовалась сама. Очень-очень мне понравился. Он пришел в подарок. Я без понятия, сколько он стоит. Но если бы мне пришел еще раз в подарок, я была бы рада. В общем, я его вам советую. Он действительно преображает взгляд. Так. И вот у меня тут идет несколько по сериям. Не то чтобы по сериям по скраб-скраб, крем-крем. Вот такой крем, который я не дала в каких-то там обзорах. Возможно, был там за март в начале. Мне его подарила родня. Там вообще было два крема, но вот этот только что закончился буквально сегодня. Тут, в общем, чистая линия, сила пяти трав против пяти причин старения кожи век. Антивозрастной крем-лифтинг для век. Активный уход для красоты и молодости кожи. На самом деле, я его пользовала как просто, ну и как крем для глаз, и как крем для лица. Очень нежная консистенция. И, в принципе, он, ну и глубокое увлажнение цветы клевера. Ромашка, лекарственное успокаивающее действие, интенсивное питание и смягчение, сокращение кругов и мешков под глазами. Ну и морщин. Насчет морщин я не знаю, потому что у меня их пока нет. Но бывали моменты, что я спала по 4 часа в сутки, особенно после того, как приехала из Калининграда. Не знаю, с чем это было связано. Вряд ли с переменой часового пояса, потому что там разница всего лишь час. Ну, у меня было время, что спала несколько дней подряд по 4 часа. И, соответственно, может быть, кожа и выглядела прекрасно, как обычно у меня бывает. Я помню, с Сашей мы встречались, когда она еще была в угольче, она меня видела, и ты так хорошо выглядишь, говорит. А я на самом деле спала и целый 4 часа. В общем, оно тоже очень хорошо подействует. Так же, как вот и Фрашевский. И тоже такой же нежной консистенции. Вообще, я поняла, что крема чистой линии мне очень нравится. Вот гели для душа и шампуни чистой линии я не поняла. В свое время пользовалась. Может быть, в них что-то изменилось по консистенции. Пенка для умывания у меня была чистой линии, она была такая средненькая. Но крем для рук у меня был в каком-то обзоре пустых баночек, кажется, я его рекламила. И вот этот вот мне очень-очень понравился. И я не знаю, сколько он стоит, потому что вся чистая линия, которая у меня была, мне она дарилась. Я попробую, возможно, вот еще чуть-чуть выдавливается. Вот такой вот. Снова сделаю его сводч. Он очень быстро впитывается. Его практически не ощущаешь. Если, допустим, тот же и Фрашевский ролик все равно как-то чувствуется на коже, то этот буквально сразу впитывается. Буквально меньше нескольких секунд. Буквально несколько секунд. Вот, да, вот там 1-2-3 секунды, все, он впитался, ты его не чувствуешь. И вообще, в общем, шикарно. Я не знаю, я тут, мы с Машей ходили по магазину, а так я видела что-то подобное. Но вот именно такой не видела. Сначала думала купить, но пока решила, потому что еще этот был немножко у меня оставалось, решила пока оставить. Тут, кстати, 25 миллилитров. Ну, в общем, если вы любите бюджетную косметику, качественную и хорошую, то вот такую, я вам советую вообще эту серию, чистую линию. И сила пяти трав, и вообще чистую линию, как крема, они очень хорошие. В общем, он очень мне понравился. Если я увижу, то я его куплю просто потому, что вот такая нежная консистенция. Ну, или попробую какой-нибудь там, у них же есть, судя как, серии от 25 лет. Вот как-то, если я ничего не путаю, хочу попробовать просто о какой-нибудь кремах. В общем, очень классный, советую. Я в восторге. Еще это вот у меня тоже наконец-то закончилось. Это у меня, по-моему, хватило на 8 месяцев. Правда, я пользовалась непостоянно. И последние остатки я истратила вообще на руки. Это тоже чистая линия. Мне его подарила Саша Житова, как раз, который встречалась в Калининграде. Это крем питания и увлажнения 20% алоэ. Для лица и тела, без искусственных красителей. Влажняет, питает, защищает и смягчает кожу. Ну, конечно, состав тут тоже, в принципе, он везде такой. Не совсем натуральный. Но он мне очень понравился, этот крем. Я его пользовала и для лица. Для тела я его не пользовала. Но вот для рук последние несколько дней, вот там совсем чуть-чуть оставалось. Тут была, кстати, пленочка такая. Из фольги она закрывала. И, в общем, он полностью был забит под завес. И вот эти все 50 миллилитров, тут уже ничего не видно, конечно. Но он был белый, нежной консистенцией. И на руки он у меня ложился. У меня в последнее время что-то немножко сохли руки. И маска, которая потом тоже будет в обзоре. И гринмамовская для рук. Она мне как-то почему-то в этот раз не помогла. Я спасалась именно этим кремом. Очень хороший, классный крем. Кажется, стоит около 60 рублей. Ну, после открытия он живет 6 месяцев. У меня после открытия он жил около 8 месяцев. В принципе, не изменился по консистенции. Мне он очень понравился. И если где-то увижу, кстати, ну, от Калина, она вообще хорошая, классная вещь. Марка или завод, или как она там считается, российская косметика. В общем, я вам такой советую. И бюджетный, и действительно хороший. И даже, мне кажется, лучше, чем с ромашкой Ифрашевский, который был в баночках по 50. В винтажной коллекции и по 125 миллилитров. Так, теперь я, пожалуй, наверное, вот про эту вещь расскажу. У меня такая уже не первый флакончик. Это пюрсистем, очищающий лосьон против прыщей. 150 миллилитров от Ифрашев. На самом деле, я его пользовала не как от прыщей. Тут в составе алоэ я его пользовала как увлажняющее средство. Оно буквально сегодня у меня закончилось. Я там до последней капли его выдавила. Возможно, на крышечке еще останется там показать. Не знаю, будет видно или нет. Оно такое бледно-зеленое, гелеобразное. Такое своеобразное молочко. Оно мне очень-очень нравилось. Мне такого флангончика хватило почти на год. Ну, пользуешь, конечно, не постоянно. Потому что, ну, не всегда нужно было, но очень хорошее средство. И если я все-таки буду в Ярославле с Аленкой встречаться или просто в Ифрашев где-нибудь, то я, наверное, его себе все-таки куплю. Если, конечно, не найду что-то на замену. Он мне даже больше нравится, чем крем с алоэ от Гринмамы для лица. В общем, очень классное средство. Я его советую. Я не знаю, но тогда стоило, в принципе, не бюджетно. Сейчас, наверное, около 400 рублей, если не больше. Но с учетом, что его хватает практически на год, это очень классное средство. Такс. Тут у меня для лица, по-моему... А, нет, для лица еще у меня что-то осталось. Это вот баночка. Из-под того скрабика, который мне попался, в общем, как Аленка мне подарила сертификат в Ревгоше. И вот тогда на день рождения. Вообще, он, судя по крышке, должен был храниться максимум 60 дней до 13 апреля. Но он у меня закончился несколько раньше. Очень классное средство. Тут, правда, уже ничего не осталось. Я баночку вымыла. Все последние остатки израсходовала. Это маска пилинг для лица ваниль. Рецепт. Но, правда, не написано, в каких пропорциях. Но, я думаю, все что поэкспериментировать можно. Глицерин, масла, ши, авокадо, подсолнечника, ваниль. Измельченная скорлупа миндального ореха. Очень вкусно пах и орехом. Ваниль я там не чувствовала. Но именно вот грецким орехом. Мелкий скраб. Очень классно очищал кожу. На применение нанести небольшое количество на очищенную влажную кожу лица и шеи круговыми массажными движениями. Избегая области вокруг глаз. Составить на несколько минут, смыть водой и нанести уходовое средство. Хранить за терраспасовки 60 дней. Фрешлайн. Я так поняла, что его делали в Греции. Он очень дорогой. Он даже, ну, хоть он там был и по скидке. И мне обошелся он все равно по сертификату. Частично вот эта вот баночка стоила где-то 400 что ли рублей тут. Я даже не помню, сколько тут у меня, извиняюсь, отвалилось. Несколько грамм было. Сколько тут грамм? Может быть 50 грамм. Может быть меньше. Что у меня тут все уже смылось. Но очень классное средство. Вообще, конечно, оно очень дорогое. И если знать рецепт, то можно попробовать делать самим. Но как очищающая, вот такая, даже думаю, элитная косметика. Это простят меня там те, кто считает это не элитной. Ну, не знаю как. Но вот реально такое очень классное средство. Иногда себе можно позволить. Это у меня была уходовая косметика для лица. Сейчас я проверю, что у меня еще остались баночки. Так. А вот у меня еще тут крем для рук. Закончился у меня тот, который мне присылали в первый раз в подарок на день рождения от Грин Мамы. Крем за сухой кожей рук. Календула и масло смородины. 50 мл. Крышечка изменилась. Раньше можно было открутить. И сам еще остаток какой-нибудь оттуда выдавить. Теперь это не откручивается. Но с другой стороны, вот здесь вот она более нормальная. Крышечка раньше тут была какая-то пимпочка. Она могла отвалиться и приходилось откручивать, уже выдавливать. Теперь ничего тут не отсломится. Ну, единственное, что остатки там, конечно, уже не выдавишь. Хороший крем, но кажется, консистенция несколько изменилась и стала более жидкой. Хотя он, ну, сам все густой. У меня такой еще есть тюбик второй. Лежит в сумочке, но он, конечно, увлажняет. И для очень сухой кожи я не знаю. У меня она периодами очень сухая, периодами просто сухая. Но хороший крем. То, что он более-менее натуральный состав. И любителям гринмамы натурального я такой крем советую. Единственное, что хватило, его где-то около, ну, примерно на месяц. Такс. Вниз. Что у нас тут? Вот, наконец-то у меня закончился. Сегодня после ванны, буквально за 2 часа до снятия этого видео, принимала ванну. С одной из баночек, которая тут вот в обзоре. Жилет для рук и тела серии Fresh Mix ягодная. Это мне подарила года 2 или полтора назад моя тетя, как я в каком-то видео уже говорила. Срок годности тут 36 месяцев, 150 мл. После открытия 12 месяцев хранится. Летом я его не поняла. Его все-таки лучше наносить зимой. Он какой-то липкий эффект немножко дает, когда на коже остается. И летом он очень долго впитывается, зимой он впитывается побыстрее. Очень вкусный, приятный аромат. Такой ягодный. И чем-то еще такого непонятного. Вот такой вот, возможно, тут видно чуть-чуть. Он действительно желеобразный. Там местами даже, кажется, видятся вот такие косточки. Ну, такие мелкие, мелкие совсем косточки. То бишь, может даже не косточки, но какие-то вкрапления видны. Очень вкусный, очень классный. Я такой вообще не видела, ни эту серию. Нигде ее продают, я без понятия, сколько оно стоит тоже. Но оно действительно, как тут и написано, результат здоровой, мягкой, увлажненной кожи. Я его использовала частично как крем для тела, частично как крем для рук. Но все-таки он больше подходит как крем для тела после принятия ванны. Очень классный. В общем, он мне понравился. Хотя, когда мне тетя его подарила, и это было где-то весна-лето, и летом я его пыталась пробовать, я вообще не поняла, думала, что это такое, что с ним делать. Но, видимо, вот именно на зиму он самый о том. В общем, очень классная вещь. Если я вдруг увижу, тут скорее всего куплю. Это вот, сейчас я гляну, сколько у меня там еще времени. Так, отца еще есть время на записи. Это у меня маска для рук, льняное масло и полевой хвощ. Очень, в общем, сколько я грин мамой пользуюсь с 2011 года, я ее очень часто всегда покупаю на мне про запас. Обычно бывает, в этот раз у меня ее про запас нет. Но я хочу просто пока отдохнуть без нее. Может, попробую просто сделать маску для рук, самопальную, так сказать, из глины. После открытия живет 6 месяцев. Ну и, как я писала в каком-то каменте под видео о ленке, на самом деле, если правильно хранить, то живет намного дольше после открытия. Тут у нас льняное масло и полевой хвощ. 100 мл. Также на сайте можно найти более маленький вариант за 50 мл. В смысле 50 мл. Но, думаю, мне кажется, все-таки лучше брать вот сразу большой. В общем, она вот такого вот цвета. Густая действительно при нанесении. Я ее держала на руках около 20 минут. Кстати, очень хорошо, когда просматриваете аниме, потому что серия идет как раз примерно 20 минут. И вот сидишь без движения, пока она все застынет, а потом идешь смываешь. Оно действительно укрепляет ногти. Мелкие порезы на руках заживают сразу же. У меня раньше, когда еще кошка была, в прошлом году, летом она умерла. И, в общем, когда она меня царапала, буквально вот намажешь маской, 20 минут продержишь, смажешь маску, и уже все затянулось. Очень хорошая маска, хороший состав. Я хочу попробовать делать сама такое, что-нибудь подобное. Ну и, в общем, как обычно, гринмама, и я ее советую. Так, что у нас тут еще? Сейчас я расскажу про масла, потому что у меня тут какая-то из баночек, видать, немножко потекла, и на маске осталось след, и на руках теперь у меня такое что-то масло. Это обычные масла Мерулла. Их можно купить и в фикс-прессе, и в аптеке. В общем, ну, в аптеке, правда, будет уже не за 50 рублей, а где-то 65-70-80. Касторовое масло Мерулла, косметическое наружное. Я его в основном использовала в своем неудавшемся эксперименте с мылом из золы. Срок годности у него 3 года, 100 мл, состав именно то, что надо. Ну, в смысле, действительно, касторовое масло. Что сказать еще, я не знаю. Так, извиняюсь, мне тут чуть-чуть кашель. Тоже Мерулла, но тут они все 3 Мерулла. Миндальное масло косметическое. Я его, кажется, пользовала и как основную часть, составную часть в своем дезодоранте домашней косметики и добавляла в мыло. Ну, и, в принципе, масло, как масло, хорошее масло. Тоже все 3 покупала я в фиксе. И масло облепихи косметическое. Ну, что хочу сказать. То, что там, может, в интернете кто-то ругает эту серию. На самом деле, Мерулла, в принципе, хорошее, качественное масло. И, может быть, конечно, его в еду не покладешь, не применишь. Покупать лучше в аптеке, как мне в комментариях кто-то писал, там 300 рублей за сколько-то там миллилитров в аптеке. Но именно как косметическое масло они очень хорошие. Вот эти серии. И эфирное масло мне этой серии тоже очень нравится. Такс. Тут у меня 2 геля. Тоже еще из подарков Аленке на день рождения моем. Это я покупала его по скидке в Ривгоше. Мягкий гель для душа с экстрактом корицы, согревающий чувственный аромат без парабенов и красителей. 250 миллилитров. 88,8% натуральных ингредиентов. Сделан он, кажется, был, если я не путаю, или во Франции, или в Греции. Хотя нет. Вот только сейчас увидела, что он сделан на самом деле в Санкт-Петербурге. То бишь, может, он где-то когда-то производил... Да, вот сделан... Ну, вообще должен производиться во Франции, но сделан он тут в Санкт-Петербурге. Даже не импортер, а именно действительно в Санкт-Петербурге сделан. Ну, да ладно. Но сделан качественно, можно сказать. В общем, без парабенов, глицерин, экстракт корицы. Очень классный гель. Похож вот как в франшевской новогодней ремитке этого года. Там апельсин и корица был. По запаху действительно корица. Тут еще чуть-чуть его осталось. Он такой среднегелевый. Средней консистенции. В общем, он мне нравился. Не сказать, что он действительно согревающий, но вот именно на зиму он действительно такой вот... И аромат, и сам гель хороший. Ну, стоил он что-то... По скидке 50% я выбрала. Стоил он около 300 с чем-то рублей. Я уже не помню точно, но... Эксклюзивно для сети Ревгош. Я просто как-то в Ревгош когда была с Аленкой, и такую именно серию увидела, мне хотелось тогда попробовать, но что-то цены для меня кусались. А тут и скидка, плюс еще Аленкина карта, плюс у меня еще был купон на отдельное оденье от Аленки. Да, Аленка, привет, тебе очень классный гель вообще. Хоть ты ни при чем с этим гелем, но, в общем, благодаря тебе я его попробовала. Так, и еще твой же гель, Аленка, Невея, сила витаминов, гель для душа. Очень классный, вкусно, пах, хороший гель. Ну, у меня тут уже, правда, водичка, потому что я даже частично его использовала на пену для ванн, у меня буквально вот столько оставалось, и, ну, думаю, надо попробовать его как пену для ванн. Хорошо мылился, и как пену для ванн хороший, и как гель для душа. Очень классный. Тут сила витаминов, гель для душа с чувственным ароматом ягодца Асайи и антиоксидантом черники. И пах, не знаю, как насчет там ягод каких, но вот такой, мне кажется, классический запах Невея. Не то чтобы химии, не знаю, но чем-то таким очень приятным и вкусным. В общем, спасибо за гель. Так, сейчас я еще все-таки уточню время, потому что я говорю-говорю, а может у меня уже там все закончилось. Мне кажется, у меня есть еще 5 минут, и все-таки, наверное, придется видео сшивать. Так, сейчас я расскажу про вот эту маску Планета Спа Эйвен, она у меня закончилась. Я ее пользовала практически каждый день, в основном, ну, частично не как маску, большая часть как бальзам для волос. Я уже про нее рассказывала, то у меня вторая маска, первый раз она мне попала в наборе за 10 рублей, второй раз, ну, в принципе, за 5 рублей получается от Эйвен в подарок. И тут я ее убирала за 50 баллов, то бишь, обошлась мне она тоже в 5 рублей. Вот тут еще немножко что-то осталось, я надеюсь, вот видно. Очень классная маска, мне кажется, она все-таки для всех типов волос, и, в общем, я от нее в восторге, ну, правда, пока я не покупала, вот именно по полной цене, именно в подарок она приходила, но, возможно, если у меня будет настроение, и мне понадобится маска, я, наверное, куплю ее за пол, ну, именно уже не по баллам, а за ту стоимость, которая там будет в каталоге. Очень хорошая, и, в принципе, экономичная, и мне ее, правда, хватило на месяц, ну, я голову мою практически каждый день, но, я думаю, кто не так часто, у кого не жирные волосы, в общем, я ее вам советую. Русская баня. Так, вот эта вот новинка, которая была, кажется, в шестом каталоге, Raven, Raven Natural для тела, спелая клубника и гуава, желе гель для душа, 175 мл, только сегодня узнала, что тут 175 мл. В своем обзоре от Raven заказа я открывала эту коробочку и показывала, что там такое, действительно, оно гелевое было, но я сегодня ее омыла уже в ванной, когда делала пену, она мне полностью сама обомылась, тут уже пусто, пахнет очень вкусно, пенится хорошо, очень неудобно брать, дизайнерское решение вообще непонятное, потому что открываете, действительно, там такое какое-то желе, оно, конечно, вкусно пахнет, оно классно выглядит, такая удобная, кажется, баночка, баночка на самом деле нифига неудобная, брать совершенно неудобно, оно тянется, на губку положить приходилось, я просто рукой брала, оно так тянулось, оно, надо было очень сильно мочить, чтобы была какая-то пена, я поняла, что вот если можно использовать только как пену для ванн, потому что пена для ванн была шикарная, у меня даже хотела заснять на видео, там огромная просто пена для ванн была, хотя у меня оставала где-то одна четверть, и оно пеной для ванн стало, дало пену уже где-то вот на половину ванны у меня водой набралась, и только тогда начала пена образовываться, в общем, я не знаю, я купила за 155 рублей ее, хорошо, что купила одну, а не второй вариант, там, кажется, персик еще был, вот просто гели натурал серии, мне очень давится, они по мылкости хорошие, пену дают, а вот это, в общем, я не знаю, это какое-то разочарование, я даже вряд ли это такое куплю, вряд ли это возьму в подарок, и я ставлю 3 с минусом, но это, конечно, на любителя, может кто-то умудрится как-то это приподня, достать оттуда, этот гель, точнее этот гель жалей, или вообще что это, ну, в общем, я хотела еще написать отзыв на рекоменды, а потом думаю, ну, писать как-то о том, что оно мне не понравилось, думаю, не буду, поэтому, просто скажу, что оно мне не понравилось, именно по, неудобно использовать, неудобно доставать, непонятное дизайнерское решение, такс, продолжаю свой обзор, это у меня, кстати, второй раз уже записывается, что-то у меня сбой в фотоаппарате был, это шампунь, объем и упругость для тонких волос, крапива LTE от Green Mamy, стоит он 306 рублей, объем 250 миллилитров, очень хороший шампунь, после открытия живет 4 месяца, если правильно хранить, можно прожить и подольше, но мне его, в принципе, хватило где-то на полтора месяца, это серия Ecocept, самая дорогая серия продукта ее в Green Mamy, когда-то он мне не понравился, не поняла я такой шампунь, вообще у него был, еще есть бальзам к нему, но я не заказывала, первый раз я его заказала, он очень густой, его доставать неудобно, через этот вот дозатор там, или даже открывать крышечку, тоже неудобно, и я больше его не стала покупать, а шампунь решила дать второй шанс, у меня из этой же серии, только немножко другой, по составу стоит еще в запасах, в общем, он мне нравится, он хороший, он хорошо промывает волосы, волосы пышные, действительно, там объем какой-то, и не знаю насчет упругости, но объем действительно есть, сейчас, правда, я уже мыла голову своей любимой вишенкой, но тоже Green Mamy, и вообще Green Mamy шампуни очень хорошие, вот Avon шампуни мне не подошли совершенно, ни Advanced Technique, ни Natural's, ни то, ни другое, в общем, а вот этот, очень хороший шампунь, единственное, возможно, он не бюджетный, ибо 250 мл, 306 рублей, а допустим, та же вишенка, серия, что-то там тайги, я не помню, просто сейчас, не буду прибирать, но вот шампунь у них есть, есть по 400 мл, а они стоят около 200 с чем-то рублей, может 220, где-то так, 210, а тут 250 мл, и он стоит 306, но, в принципе, в сетевых магазинах, вот типа RevGosh, они там тоже продаются, и если есть карта скидочная, или на них бывают иногда скидки, можно купить и по скидке, или на том же сайте, в Green Mami, можно купить и часть оплатить бонусами, как я говорила уже в предыдущих видео обзорах, где у меня присутствовали продукты Green Mami, в общем, хороший шампунь, ну, я думаю, он подойдет не только для жирных, но действительно просто для тонких волос, и я его вам советую, в общем, так, так, да, кстати, он прозрачный, пахнет также обычно травками, но ближе к прозрачному, и такой густой, гелеобразный такой, по густой консистенции, это ифрашевский гель для душа, парфюмированный натурель Асмантус, Асмантус у меня еще стоит, а вот гель я решила использовать, в чем я что-то сейчас использую некоторые гели, которые у меня вот год там стояли, или полгода ждали, ждали, я вдруг зимой их решила использовать, некоторые у меня не идут уже, видать, потому что не сильно холодно, вот серия новогодняя ифрашевская, вот эти апельсины корицы, апельсины и кто-то там еще, мне они что-то не идут, а вот такие нейтральные мне идут, в общем, это парфюмированный гель для душа, натурель Асмантус, возможно Асмантус так и пахнет, плюс еще отдает действительно классической натурелькой, вот этим горьковатым, чуть свежим вкусом, запахом точнее, извиняюсь, на вкус я не пробовала, которые у них, вот кстати у натуреля есть схожесть, Summer White классический, Мейлон, потом Light Kaka'in, какая-то русская марка, я не помню, так духи называются, и не туалетная вода, и Blue Light Dolce Gabbana, вот очень такой характерный запах, свежий и горьковатый притом, тут у меня даже оказывается немножко еще, даже не немножко осталось, такой густый, не сказать, что наверное все-таки не сильно такой гелеобразный, не сильно густой, но хорошо что осталось, я его запользую, так, еще у меня тут тоже и фрешевская, вообще осталось еще 3 баночки, даже одна коробочка, частично Green Mama, частично и фрешевская, это у меня молочко до тела, утро в саду, свежая роза, 200 мл, колпачок у меня, уже где-то там, возможно выкинулся, а это был дозатор, он был совершенно другого геля, но тоже, и фрешевского, я его просто чуть-чуть обрезала, и просто, чтобы было удобнее доставать, вот, у меня даже тут еще что-то выпрыгнуло, когда я убирала в пустые баночки, оно не хотело уже выпрыгивать, очень хорошее молочко, пахнет оно, вот для меня оно пахнет, именно розой с пуэром, или розой с черным чаем, такой вот аромат, хорошо увлажняет, гель для душа у меня такой уже закончился, туалетная вода все еще живая, после открытия 12 месяцев хранится, и все еще сделано во Франции, в общем, мне вот такие, вообще молочко для тела, от Ифраши мне очень нравится, и вот, и утро в саду эта серия, и вообще подобные парфюмированные молочки, если можно так сказать, для тела, хорошее, я его использую иногда и как крем для ног, и как крем для рук, и просто именно по назначению, как молочко для тела, конечно, дорого, я не знаю, сколько он сейчас стоит, тогда он стоил около 400 рублей, но если есть скидки, то можно себе, в принципе, позволить, хорошая вещь, так, у меня закончились одни дужки, это маленькая миниатюрка, то, что называется минками, и Фрашевская, амбровая вуаль, секрет де санс, парфюмерная вода, буквально на днях, я ее что-то не очень часто пользовала, но последние 2-3 дня, она как-то у меня внезапно решила запользоваться, и тут вообще все-все-все вообще, ни капельки не осталось, она такая, не знаю, будет ли видно на крышечке, ближе к такому по цвету, как черный чай, средней заварки такой, ближе к оранжевому, наверное, или даже как бренди, что-то такое по цвету, запах такой, он больше, наверное, все-таки такой, как бы сказала моя тетушка Баби, если вам лет за 50 или больше, ну, не знаю, наверное, такой вот, более такой классический какой-то, сильно взрослый аромат, но иногда вот мне они нравились, и, в принципе, хорошо, что у меня маленький вариант, я тут на днях вспоминала, что у меня раньше от Фраши приходило в подарок, очень много этих всяких минек, иногда по 3-4 штуки, просто за заказ, там довесок какие-то, я их помню, раздарила постоянно Женьке, у меня была и маленькая вода любви, и на тюрельки маленькие, а потом, что и Фраши перестали дарить вот эти миньки, ну, и уже как-то их и не стало, так что вот, ну, и последнее у меня в обзоре, это вот эта коробочка, от свечек Green Maman, так, это романтические свечи лаванда, Green Maman, тут было 6 штук, горят они более, написано, что более 3 часов, вообще они горели, даже до 5 часов, мне кажется, я в каком-то обзоре показывала эти свечки, последнюю коробочку я отправила в поменявка каньки, надеюсь, они ей все-таки пригодились, ароматерапия, гармония души и тела, ну, и на французском то же самое, Green Maman, романтические свечи лаванда, их раньше давали в подарок за заказ, вообще первый раз у меня был такой заказ, когда давали, кажется, в 11 году, в честь нового года, там, за определенную сумму, и потом в результате давали, у меня вышло 3 подарка, у меня был мед, потом бочонки, потом бочонок, который у меня присутствует в каком-то из моих химических обзоров, если вы, конечно, это смотрели, где я там пыталась субтан сделать, я как раз в этом бочонке пыталась полевой хвощ превратить с помощью недопестика, потому что это на самом деле не пестика, а какая-то другая фигня для приспособления поварской, в общем, пыталась превратить в мелкий формат, в формат пыли, так сказать, в общем, там был бочонок с медом, потом, кажется, с коломенской выставки, вот такие свечки 6 стук, и 100 граммовая пачка зеленого чая с васильками, у меня он, в принципе, еще есть этот зеленый чай, потом его можно было просто купить, уже свечки нельзя было купить, мед тоже, можно было только в каких-то акциях и конкурсах получить подарок свечки, или, допустим, мед, а чай уже можно было купить, также в Гринмаме все время продавался черный чай с малиной, и с афлором, кажется, но у меня его уже, конечно, нет, а зеленый чай с васильками у меня еще остался, и он будет потом в одном из обзоров моей чайной коллекции, вот такие свечки, они ненавязчиво пахли лавандой, долго горели, не то, чтобы я их, ну, в свое время у меня, наверное, коробочек 5 было, я дарила и своей тетушке, еще кому-то, там, в поменяшках участвовали они, и так, не то, чтобы я сильно так фанатела от ароматерапии, ну, у меня перед нами заходит, что я зажигаю свою аромалампу, давно, кстати, уже не пользовалась ей, ну, а это, что тут, после, несколько дней подряд, я использовала эти свечки, вот в этом подсвечнике, другая свечка была, мне его подарила года два назад моя тетушка на какой-то праздник, вот такие свечки, можно сказать, раритет, уже не купишь, ну, и на этом, мой обзор пустых баночек закончился, надеюсь, вам было это видео чем-нибудь интересно, или полезно, или и то, и другое, ну, и если вы досмотрели меня до конца, то я очень рада, спасибо вам, ставьте лайки, можете в обратную сторону ставить, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал, и до новых встреч, пока, пока.